МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я входил вместо дикого зверя в клетку, Выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке, Жил у моря, играл в рулетку, Обедал чёрт знает с кем во фраке. С высоты ледняка я зирал полмира, Трижды тонул, дважды бывал распорот, Бросил страну, что меня вскормило, Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, Надевал на себя, что сызнова входит в моду, Сеял рожь, покрывал чёрной толью гумна И не пил только сухую воду. Я впустил свои сны, воронёный зрачок конвоя, Жрал хлеб из гнания, не оставляя корок, Позволял своим связкам все звуки, помимо воя. Перешёл наш опыт, теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, И пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет лишь благодарность. Здравствуйте! В эфире диктальная программа «Игра в бисер». Ну, я прочитал стихотворение, написанное 24 мая 1980 года. В день 40-летия Иосифа Бродского он сделал себе такой подарок. Написал эти стихи, ныне широко известные. Сегодня у нас в гостях поэт Евгений Раин, Писатель Александр Ильичевский, Поэт и литровед Виктор Куле И профессор МГУ, филолог Владимир Новиков. Вот такой наш сегодняшний состав. Бродский, ну, это уже миф, это реальность, Это очень хорошо, что такое личность существует У нас в нашем контексте литературном, скажем так. Представить себе, ну, чисто теоретически, Что его бы не было. Это катастрофа. Вы знаете, мои отношения с Бродским Делаются, конечно, на два этапа. На доотъездный и на послеотъездный. Были времена, когда мы с ним виделись Семь раз в неделю, семь раз в неделю. Потом шестнадцать лет перерыва. Потом я поехал в Америку, Мы были вместе в Италии, в Голландии, в Швеции. И виделись довольно часто уже. И я должен сказать, что он и в юности Был человеком против всего. С ним было забавно разговаривать. Я провоцировал его часто. Стоило мне что-то похвалить, Как он тут же говорил, нет. Он знал законы драмы. Да. Значит, причем можно было, Запомнив вчерашний разговор, Повторить ему то, что он утверждал вчера. Сегодня он говорил, нет, Потому что ты это сказал. Ему главное было погладить против шерсти. Ну как гениальная история. Воспоминания питерской дамы, Которая, ах, вы не представляете, Что такое это было, Бродский. Это в тебя подбегает совершенно безумный, Рыжий, горящими глазами, Абсолютно покрытый румянцем, Пунцовый юноша, Вжимает тебя в стену, И брызгая буквально слюной, Начинает читать Большой Элегию Джону Дон. Ты сначала думаешь, что тебя носил, Пока ты себя не носил. Давайте я вас повеселю. Вы знаете, как я познакомился с Бродским? Это замечательная история. Еще живет в Лондоне такой человек, Ефим Славинский. Он наш приятель по Ленинграду. Он сейчас на Би-Би-Си работает. Он учился в холодильном институте, В Ленинграде. Сам он киевлянин. И он снимал квартиры. И он снял себе какую-то квартирку В страшной доли за мясокомбинатом. И на новоселье позвал меня. Это, дай бог памяти, Это 57-й год. Я приехал. Выходит этот несчастный Славинский. Говорит, Женька, спаси нас. Я говорю, а в чем? Тут находится один безумец, Который уже часа два читает стихи. А мы собрались просто выпить и поговорить. Он никому не дает покоя. Я говорю, а кто это такой? Он говорит, я тебе сейчас его выведу. И выводит Бродского. И я ему стал говорить, Что дайте покой людям. Если вы хотите читать стихи, Приходите ко мне домой завтра. И он пришел. И он пришел. Интересная вещь. Это загадка для меня. Почему Бродский читает себя так музыкально однообразно? На одной интонации завывающей. А это его... Казаков, Смехов читают лучше стихи Бродского, чем он сам. Он Казаков сказал, Он передает стихи. Он читает замечательно, Ты с него не спутаешь. На одной ноте. Одна из главных идей Бродского было то, Что ритм поэтический. Есть структура, повторяющая время. Совершенно верно. Вот интересно. Она должна быть однообразна. Дело в общем. Вот интересно. Во-первых, дайте быстро я скажу. Да, да. Вот по поводу, собственно, Просадических всяких вещей. Значит, все, кто его читает, Все вот эти товарищи, Которые занимаются артистизмом, Они его играют. Да, они его играют. Играют. Совершенно невыносимо. Я не могу ни одной строчки даже услышать. Особенно Бродский не любил чтение казахов. Он говорил, что я ему следующую пластинку разобью об голову. Так вот, у меня есть декотиза, Что, собственно, его собственный голос Бродского Запечатлен именно на просадическом уровне В том, что было написано. Правильно. Вот там в тексте, да? И я не могу читать его стихи без его голоса. Вы понимаете, что человек сделал? Он, собственно, распространил сознание людей, Носителей русского языка, Свой голос, свой звук. Ничего более живого, вообще, животворящего Придумать было невозможно. Вы понимаете, если есть какая-то идея вечности, Идея будущей жизни и все остальное, Она здесь доедината абсолютно. Я хочу из Бродского что-нибудь, Я просто хочу просто... Родиться бы сто лет назад, И сохнущий поверх пилины глядеть в окно, И видеть сад кресты двуглавой Катарины, Стесняться матери и Кать, От наведенного лурнета, Тележку с рухлядью толкать, По желтым переулкам гетто, Мечтать, накрывшись с головой, О польских барышнях, к примеру, Дождаться первой мировой, И пасть в Галиции за веру Царя Отечества, А нет, так пейся переделать в бачки, И перебраться в новый свет, Блея в Атлантику от Катарины. Ну ты читаешь совершенно по-другому. Это его голос. Это его голос. Меня поражает вот эта интонация, Например, единственное его обращение Напрямую к Богу, кстати, Как у него? Наклоняйся, шепнуй тебе на ухо, Наклоняйся, шепнуй тебе на ухо, Что-то я благодарен за все, За куриный хрящик, И за стрекот ножниц уже краящих, Мне темноту, раз она твоя. Мне пустоту. Но это же не единственное. Прости меня. В ушную раковину Бога. Я был в Риме, был залит светом, Так как только может мечтать обломок. На сетчатке моей золотой пятак. Хватит на седлину потяну. В том же Литовском. Всего три слова. Прости меня. Смотрите, в ушную раковину Бога, Закрызая до шума дня, Шепни всего четыре слога, Прости меня. И здесь на земле. Разговор с небожителем. Кстати, вот Битов не горел, Что он не воспринимал долго Бродского вообще, Как стихотворца прочитал разговор с небожителем, А жил в Питере в одном, И вдруг понял, что же я дурак столько профук. Если вы помните, Мандельштам написал в одном письме предсмертном, Что он уже несколько лет, Много лет, Наплывает на русскую поэзию, Как он сказал, Изменяя что-то в ее составе и строении. Вот можно ли так сказать о Бродском? Что он вот наплывает на русскую поэзию, И что он некий итог литературный, Русского поэтического 20 века. Я отчетливо чувствую границу между двумя Бродскими. Век скоро кончится, но раньше кончил я. Один Бродский, постмодернист, Скорее традиционалист и консерватор, Чем новатор. Он очень был антиавангардно настроен, Как и его друг и учитель Евгений Рейн. А с другой стороны, Я вижу некоторые вот такие линки, Говоря современным словом, Какие-то дорожки в 21 век. И они, я думаю, связаны С назревавшей в Бродском Радикальной реформой стиха. Бродский выступал против верлибра. Так? Да, вот, вот, Женя. Именно это я и хочу сказать. Тем не менее, Все его немногочисленные верлибры Очень удачные и органичные. Ну вот, это короткая эпиграмма. Те, кто не умирают, доживают до 60-70. Стихотворение, выступление в Сорбонне. Так? Вертон. Да, 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 да. Вот, то есть верлибр в нем возревал, Поэтому продолжать Бродского Это ни в коем случае не подражать ему. Фанаты Бродского Это уже целое кладбище, да? И ноль. Эти подражатели, да. Они считают, что раскатать длинную строку надо Перевести ее. С анджамбманом и длинное стихотворение. Но у Бродского За каждым анджамбманом Стоит какой-то слом катастрофический. Нескодимая мудрая какая-то, да. Ссылка, разлука с любимой женщиной и так далее. А длина стиха, вот как Игорь Ильич процитировал, У него жизнь оказалась длинная. Она была уже 40 лет длинной, содержательной. Вот поэтому мое отношение к Бродскому Такое непростое. Я уж не помню, кто его сравнивал с танком, Но сравнение, на мой взгляд, оно... Витя Кариуллин. Да? Но, на мой взгляд, это сравнение совершенно замечательное. То есть он и наплывает, и наезжает, И он сделал тот самый язык, Которым мы, собственно говоря, С помощью которого мы открываем рот. Вот, не говоря уже о том, чтобы писать. Звуки рояля, часы обеденного перерыва. Тишина уснувшего переулка обрастает бемолью, Как чешуёю рыба. И коричневая штукатурка дышит, Хлопая жаброй, прелым воздухом августа, И в горячей полости горла холодным перлом Перекатывается горацией. Я не воздвиг уходящие к тучам Каменные вещи для их остраски, О любом и о своём грядущем Я узнал у буквы, у чёрной краски Так задрёмывают в обнимку с лейкой, Сны преломляя в линзе, Чтоб потом узнать себя по снимку, Очнувшись более долгой жизни. И я считаю, что это огромное, собственно, Счастье для русского языка, Что он был, он работал. И слава богу. А вот, Женя, это вообще вопрос к себе, Потому что ты наиболее к нему приближен. Вот Бродский сам утверждал, Что биография ничего не даёт для понимания поэта. Он говорил, что вот можно провести Там много лет в лагере, И ничего не написать. А можно провести ночь с девицей, И написать, я помню, чудное мгновение. Хотя здесь, по-моему, важно, Кто провёл ночь с упомянутой девицей. Важно, в данном случае. С кем была девицей. С кем была девицей, да. Вот. И, то есть, когда его в Норинское сослали, То помним замечательную фразу Ахматовой, Что рыжему делают биографию. Вот, блистательная судьба, И трагическая судьба, Драматическая судьба. Насколько, скажем так, Насколько он поэт автобиографический, Если иметь в виду его духовную биографию, И реальную? То есть он автобиографичен, Или он всё-таки отстранён от своей биографии? Ты знаешь, это довольно сложный вопрос. Я думаю, что проблематика Бродского Вообще несколько иная. Он был человеком реактивным. Он реагировал на атмосферу, на фон. Он начал писать где-то году в 58-м. На фоне советской поэзии. Которая была достаточно искусственно обужена. И она занималась какой-то такой Обуженной лирической проблематикой. Дарование Бродского было дарованием Максималистского типа. Максималистского. Главное, что он сделал, Он раздвинул проблемы, Занимающие поэта. Это не проблемы лирики. Не проблемы твоей встречи с девицей НН. Это проблемы мироздания. Это проблемы вселенной. Это проблемы времени и пространства. Он был человеком замечательного дарования. И ему удалось найти форму Для вот этой максималистской проблематики. Она же, вообще говоря, присуща русской поэзии. Она есть и у Пушкина, и у Боротынского, и у Тютчева. Она есть у поэтов начала века, скажем там, А я не знаю, у Вячеслава Иванова, у кого угодно. Уж сколько ее у Цветаевой. У Цветаевой. Даже у Мойковского она есть в той или иной форме. Да. И, кстати, Бродский, безусловно, связан И с Цветаевой, и с Маяковским. И ему удалось найти уникальную форму. Вот его ритмика, которая является завершением реформы Русской ритмики. Ведь регулярную ритмику 19-го века сменили паузники, Потом разноударный стих, пришел Маяковский, Пришла Цветаева, пришел Сильвинский. И Бродский это дело завершил. И он бесконечно расширил словарь. Да. Нету такого словесного слоя, Который бы он не вел в свою поэзию. Он поэт, который пытался захватить максимум пространства. И на этом максимуме он построил и свою лирику, и свою эпику. Мы сегодня не говорим о лирике, Но Бродский написал и Горбунова, и Горчакова, И Клыбельную, и Трескового мыса, И другие довольно обширные... И зимнюю, и летнюю эклоги. Да, эклоги. В этом смысле он поэт-максималист. Он, безусловно, уже наплыл на русскую поэзию. Я думаю, что до некоторой степени Влияние Бродского уже миновавший этап. Сейчас уже происходит отталкивание от Бродского. Вот я, как практикующий поэт, Я вижу сейчас поэтов, Которые пытаются восстановить неоклассицизм. Поэтому Бродского нужно рассматривать Как некое возвращение к русской классике На новом этапе, на новом этапе цивилизации. Он недаром оказался единственным русским поэтом, Который пришелся по вкусу Мировому литературному сообществу. Потому что он включил в себя Всю проблематику XX века. Что касается автобиографичности Бродского, Он действительно не любил, Когда люди ссылались на его Человеческие приключения. Он терпеть не мог людей, Которые муссировали проблему его процесса. Он навсегда поссорился с Эткиндом. Но, булочи объективными людьми, Мы должны признать, Что физический тип Бродского Явно сказался в его поэтике. Даже то, что он был сердечником. Даже то, что он окончил 8 классов. У него была жадность самоучки К мировой культуре. Он мог вслед за Мандельштамом сказать, Что моя поэтика – это тоска по мировой культуре. Что интересно, он, получавший двойки По-английскому в школе, Писал потом блестящие английские эссе На хорошем английском языке. И стихи английские даже. Он всегда говорил, что поэт Есть орудие языка, а не наоборот. Вот это его принципиальная установка. Поэт – орудие языка, А не язык – орудие поэта. И это он говорил и в Нобелевской речи, И где угодно. Он сходь не раз говорил. Значит ли это, что это отказ от социальности, От идеологии? Или для него язык поэта и есть идеология, И есть социальность, сам язык? Как вы полагаете? Это очень важный момент. Вот Бродский во многих интервью, Давая характеристики разным стихотворцам, Делил их на центробежных И центростремительных по своей природе. Бродский был человеком центробежным. То есть он экспансию в область прозы, Экспансию в область различных смыслов. То же самое было в сфере лексикона. В сущности, Бродский узаконил язык Второй половины XX века. Произошла грандиозная. Люди стали возвращаться из лагерей. Какой бы ни была интеллигенция, Вернувшаяся оттуда, Она все равно по фене ботала уже. То есть необратимые изменения Произошли речевые. Была прививка с бюрократизма. То есть вымышленный зощенковский язык Стал реальным языком. Страны, да, вот. И все это переварить в едином котле И сделать, узаконить, возвести в ранг Литературного языка, Это задача. Вот покойный Осип ставил ее наравне С реформой Хлебникова и реформой Ломоносова. Ну не только введение там новых речений, Введение его просто. Сама поэзия, любое стихотворение, Есть факт, прежде всего, не социальный, Не там какой-нибудь иной, Даже не литературный, в смысле такого, Старведня. Это факт языка, прежде всего. Это факт, это событие языка. Еще и метафизики. Ну да, язык тоже вообще метафизическое. Он полагал, что язык есть та таинственная сфера, Которая вмещает в себя все. И социальность, и историзм, и метафизику. И это во многом справедливо. Да, но вот, чтобы не быть голословным, Вот мы говорим сейчас о языке. Я хочу просто прочитать отрывок, Я очень люблю это стихотворение, На памяти друга, памяти приятеля, памяти друга. Это стихи, посвященные Сереже Чудакову. Ты его знал. И мой близкий приятель. Человек, ну, странной судьбы, Человек такой, как бы, гений беспутства, Очень талантливый. Кстати, он был замечательный одаренный человек. Одаренный поэт, сейчас издали его книгу стихов. И вот до Бродского дошел слух, Это был приятель Бродского, Что он умер. И он пишет стихи на смерть друга. Не просто умер, а замерз. Замерз в подъезде, что и есть. И вот такие стихи, но я не буду сначала их читать, Но я очень люблю, поскольку я тут же вспоминаю Сережу, И потом скажу, почему, Какие здесь детали интересные. Вот смотрите. Ну, не сначала я читаю. И мереку тебе, сыну вдовой кондукторши, От то ли духа святого, То ли поднятой пыли дворовой, Похитителю книг, Сочинителю лучший изот, Нападение А.С. В кружева и к ногам Гончаровой, Словаверсу, словаверсу, Лжецу, пожирателю мелкой слезы, Обожателю Энгра, Трамвайных звонков, Асфаделей, Белозубой змее В колонаде жандармской кирзы, Одинокому сердцу И телу бесчетных постелей. Дорежиться тебе, Как в большом оренбургском платке, В нашей бурой земле Местных труп проходимцу и дыма, Понимавшему жизнь, Как пчела на горячем цветке, И замерзшему насмерть В параднике Третьего Рима. Может, лучше и нету на свете Калитки в ничто? Человек мостовой, Ты сказал бы, что лучше и не надо, Вниз по темной реке, Уплывая в бесцветном пальто, Чьи застежки одни И спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоим Ищет угрюмый хорон, Тщетно некто трубит Наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный Прощальный поклон С берегов неизвестно каких, Да тебе и не важно. Что интересно, Вот есть здесь строчка, Чьи застежки, В бесцветном пальто, Чьи застежки одни И спасали тебя от распада. Я помню это пальто. И ты помнишь это пальто. Я не просто помню, Я знаю, кто его подарил чудакову. Это было венгерское пальто С бронгенбургами. С такими, да? Да. Точно. И вообще, Какое чудо поэзия. Вот там есть строчка Белозубый змея В колонназе Жандаревской кирзы. Вы знаете, Что это значит? У Чудакова была Бесконечно белая улыбка. Да, да, да. И о нем ходили слухи, Что он профессиональный стукач. Отсюда Жандаревская кирза. Кирза, да. Одинокому сердцу И телу бесчетных постелей, Что тоже правда вообще. Так он замерз все-таки. Нет, он оказался жив. Он оказался жив, Но Бродский включал во все свои... Чудаков, сын генерал-майора НКВД. Никакой вдовой кондукции нет. Слава богу. Но здесь это хорошо. Да. Я хочу сказать, Что он жив остался, Он еще прожил много лет, Потом он, кстати, исчез. В итоге он страшным образом. Неизвестно, какой он номер. Он исчез. Ребята, ну дайте, Я его видел за неделю до смерти. Я пришел в союз писателей За билетами. Вы знаете этот садик, Где Лев Толстой? Ну, на Поварской. Непонятно, да. И вижу, кто-то лежит на скамейке, Головой на сумке. Я подошел, Это был Чудаков. Он потерял квартиру. Он сдал квартиру на Кутузовском, Взял вперед деньги, Подписал какую-то бумагу, Его выгнали. И у него не было крыши над головой. Когда наступила осень, Он действительно замерз. Так что Бродский предсказал осенью. В параднике Третьего Рима. И неизвестно, где он похоронен. Да, неизвестно, да. Хорошо. Вот мы говорили сейчас Автобиографичность, Важность автобиографии, Биографии в творчестве поэта. Но смотрите, Если взять весь цикл Бродского, МБ посвященный, Это чистая биография. Это чистая биография. Это цикл, сравнимый, может быть, В мировых координатах С Лаурой, С Беатрича. МБ Мария Басманова Стала уже фигурой, Ну, вечной. Вечной, скажем так, да. И вот, смотрите, Личная драма, Как дивижитель поэзии. Ведь сколько стихов, Посвященных Басмановой, Замечательных, разных, кстати. Вот, что внес Бродский Принципиально нового, Или своего, Вот в пространство Этой любовной лирики. Вот, у него же лирика особая, Любовная. Причем, если там, От восхищения, Вот там, Как безумное зеркало повторяя, В темноте, в твои черты, Как безумное зеркало повторяя, И до, И судя по письмам, Чудовищно поглупела этот последний. Да, да. Эти стихи, Это просто плывком не влезло. Ну, что интересно, Он когда хотел, Значит, он же в континент прислал Эти стихи Максимову. Максим сказал, Ну, как так, Ты можешь писать о женщине, Которую ты любил столько лет. Да. И позвонила, Гармоневская ему позвонила В Америку, Он сказал одну фразу. Так надо, он сказал. Так надо. Печатайте. Но я хочу обратить внимание На вот это стихотворение. Мне кажется, Что это вот как бывает апофатика Утверждение Бога Через противоположность, Это вот такие же стихи. Я вот воспринимал их Как абсолютное вот Ироническое признание в любви, Потому что вот слова Я рад, Что на свете Есть расстояние Более, Более, Немыслимые, Чем между тобой и мной. Вот это более немыслимые, Анжамбман номер один В русской поэзии, Потому что это вот Разрыв такой, да? Но это любовь. Это признание в любви, да? И, кстати говоря, Что поражает Вот меня, Изучающего поэтов, Со стороны, Чрезвычайно редко, Я прошу, Как говорится, Не имею в виду присутствующих, Вот. Поэты, как правило, Любить не умеют, так? Они любят себя И свои чувства, Ну, я любя был Глупый нем, Они воспевают, Как, ну, Справедливо. Вот. А здесь я вижу Настоящую любовь. Это пишет человек, Которого обвиняли в эгоизме, В таком подстраненности От жизни, В целеустремленности, В эгоцентризме, В смысле построения Карьеры, да? Да, да, да. Он, Не только я учитель Бродского, Но и он мой учитель. Я некоторые его фразы Запомнил навсегда. Он мне сказал, Недостаток эгоизма Это недостаток Твоего дарования. Друзья мои, Вот еще по поводу Любовной лирики было. А вы назовите еще Хоть одного стихотворца В нашей истории, Который больше четверти века Писал стихи одной женщины. Одной женщины. Такого нет. Впрочем, он был глубоко Убежен. Блок. Ну, он писал Ну, Менделеева, Если ты имеешь в виду. Ну, некоторые абстрактные, Прекрасные. Да, это положение. Некоторые символические. Я хочу поддержать Витю, Потому что, Насколько я помню, Бродский был убежден, Что если у него и есть С точки зрения композиции Книги Лучшая книга, Это, собственно, Новый Станцы. Новый Станцы. Абгустая, да. Туда вплочены стихи, Написанные не только Марине. Там только Ахматовская. Он снял все посвящения, И все. Он хотел быть максималистом. Да, во всем, да. Вообще, здесь есть еще Очень важная такая вещь, Которую я, Как комментатор уже нашего героя, Восстанавливая даты Написания каких-то вещей, Я понял, Что он писал стихи Не только вот он писал, Ну, известно, Что почти на каждое Рождество было, Писал стихи на собственный день рождения Некоторое количество. Он писал на каждый Маринин день рождения. То есть, вот есть конкретно... Вообще, это идея приоритет. На каждое Рождество. Игорь, у меня хранится Автограф рождественского романца. Вот это и в детстве Рождественского. Посвященного тебе. Он лежит у меня в столе. Что там написано? На этом листочке Обязуюсь каждый твой день рождения И писать тебе по стихам Маринин. Ага, так с Христом, в общем-то, поставил. Да, и еще, кстати, одна вещь. Некоторое количество времени. Он, насколько я понимаю, 2 февраля – это дата, собственно, встречи. Да, вот. И первый, как бы, реальный Бродский. Я обнял эти плечи и взглянул. Первые настоящие стихи, собственно, Бродского, как Бродского. А вы знаете, это редкий... И он эту дату тоже встречал. Я впервые это сообщаю, но сейчас это можно. Откуда взялась Басманова вообще? В Ленинграде был недавно умерший гениальный композитор Борис Тищенко. Да, 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 замечательно. В 12-ти, да. Да, она была его невеста. Но она была столь причудливая дама, что за несколько недель до свадьбы Тищенко испугался. И он сделал коварную провокацию. Он специально познакомил Бродского с Мариной. Так вот, почему Тищенко цикл Данте-симфоний потом создал. И Бродский на это хлюнул. А действительно говорят, что вот, что жена, вторая жена, то есть вторая, первая жена Бродского, вот Марина, или... Мария. Мария, что она была похожа, чем-то напоминала Басманова. Он придерживался одного физического типа женщин. Это Леонардесский. Высокий, плотский, открытый лоб. Ну, вот это Леонардесский. Я когда приехал впервые в Нью-Йорк, я застал замечательную компанию. Около него было семь женщин. И все похожи. Которые были очень похожи. И которые сами выбирали, какая ночь, какой принадлежит. Он в это не вмешивал. Ну, хорошо. Вот, кстати, посмотрел. Ежет целое... Ну, это правда. Ежет целое... Вот мы сейчас хвалим Бродского, восхищаемся Бродским, но есть же целая... Я бы даже сказал, литература, отрицающая Бродского. Сколько угодно. Масса есть работ. Я читал с изумлением. Лимонов называет его поэтом-бухгалтером. Бухгалтер. Что-то неплохое определение. Неплохое, да. Поэт-бухгалтер мироздания. Затем, смотрите, что пишет нелюбимый тобой Крапчеевский. Есть нечто унизительное в этом чтении. Он имеет вот это чтение Бродского. Состояние, как после Раута в высшем свете. Тоже стыдливо-лесное чувство приобщенности, неизвестно к чему. Тоже нервное и физическое утомление. Та же эмоциональная пустота. Трудно поверить, что после того, как так много умно и красиво сказано, так и не сказано ничего. Вот как... Это сказать, что Крапчеевский для меня не авторитет. А я помню, как Наум Коржавин выступает у меня на студии. Вот как раз он прочел начало этого створения. Да, он тоже ведь... Прочел, он сказал, имя реку тебе, потому что что это такое? Что-то не внятица какая-то сказала. И вот он пишет, Коржавин, я не буду опровергать утверждение, что Бродский великий поэт, гений, равня Пушкину, Шекспиру Гомеру и так далее. Дело не в том, что это не так, а в том, что отпущенный ему богом дар он почти весь разменял на гениальность в кавычках. И в этом смысле действительно представляет собой историко-культурное явление в каком-то смысле крайнее выражение той эпохи, когда за творчество часто принималось голое, лишь бы оно было изочрено, изочренно оформлено, самовыражение и самоутверждение. Дело все в том, что ту роль, которую сыграл Бродский в культуре, невозможно было сделать без явных признаков героизма. Почему люди становятся, собственно, библейскими героями? Зядь, между прочим, того же самого замечательного его тезку Иосифа Прекрасного. Насколько человек должен быть, обязан быть везучим. Бог должен, собственно говоря, как-то идти и держать над ним венец. Саша, тут есть одна роковая вещь, которую мы не в силах истолковать. Когда появляется человек такого масштаба, то судьба начинает сама дуть ему к фруксу. Совершенно ярно. Ну, хорошо. А вот, Жень, ты тоже как бы дока и специалист, скажем так, условно говоря, вернее, очевидец. Вот отношение Бродского и Ахматовой. Присутствие Ахматовой в жизни Бродского. Ведь она же говорила, что, Иосиф, мы с вами знаем все рифмы русского языка, да? Она же ему сказала, Иосиф, мои стихи не должны вам нравиться. Он там пишет, я заверещал, но это действительно так. Он Цветаева ставил гораздо выше, как поэта, чем Ахматова. А он ученик Цветаева. Вообще, вот мы же там, Найман, Бобышев, Бродский, я, мы как-то окружали Ахматову, но не для одного, может быть, несколько для Наймана. Она была учителем поэзии. Чему можно научиться у Ахматовой поэзии? Я это плохо себе представляю. А вот ее позиции, вот ее умение себя вести, вот ее отношению к миру можно было научиться. И мы все в разной степени этому научились. В этой связи вот отношение к городу. Ведь на Васильевский остров я приду умирать. Волны он сравнивает Балтийские с рифмами. Помнишь, что в этом стихотворении? Откуда рифмы все взялись? Да, да. Вот ощущение города, привязанность к этому городу. И вообще, он петербургский поэтор или московский? Он антимосковский. А ты считаешь, что антимосковский? В то же время, смотри, но это не петербургская школа. Только. Это и Цветаева московская. Это и по языку, это и Москва. Нет, но отношение Цветаевой к Полису он не воспринимал. Он антимосковский поэт. Он совершенный петербуржец. Даже в Роздетинском романце, где он описывает ордынку, он ссылается на кораблики. Кстати, Александрский, Александр, не Питерский. Вот какой, Александр, для меня это загадка. И выезжают на ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками. И кораблик Негасимый, Москва это, да, из Александровского сада. Кораблик Адмиралтейства. Он тоже Александровский. И тот кораблик вплывает в Москву, как бы. Ему везде мероприятие. И он везде помимо Рейна, Бродский назвал своим учителем покойного Володечку, Уфленда. В области как раз иронии и в области рифмовки, да, в значительной степени. А все эти веселые филологи... об иронизме Бродского. Ведь он первый поэт с такой амплитудой иронизма. Ведь русские поэты, кроме Пушкина, Вимения Онегина, которая ироническая поэма, во многом, мне кажется, роман иронический. Справедливо. Вот подумай. Вот мы говорили об автобиографичности. Бродский родился с некомпенсированным порогом сердца. Он каждую минуту мог умирить. Он жил в смысле о смерти. И одна из главных вещей, о чем он писал всю жизнь как поэт, это соотношение мертвой и живой материи. Отсюда такая тяга к зеркалу, потому что, собственно, что такое мертвая материя? Это зеркало, в которое смотрится живой смертный человек. А при чем? Зеркало, вода, собственно, это взгляд в вечности. Смотрите, даже его смерть сама, ведь он очень мужественно к этому относился, возможно, я кончился, но раньше кончусь я. Это тоже, сказано, с некоторой иронии, кстати, даже в этом вопросе, с некоторой усмешкой внутренней. Вот смотрите, даже его смерть, вот он умирает, его находит жена, значит, на полу, он умер одиноко, без свидетелей, без свидетелей. На столе греческая антология открыта, сигарета не начатая и ручка. Вот образ смерти, который для поэта тоже важен. Я писал предисловие очередное. Я говорил с его кардиологом во время похорон. Ему Бог послал легкую смерть. Да. Он умер в течение секунды. Он должен был утром поехать куда-то преподавать, но он обещал, по-моему, Сумеркину, который был у него в гостях, какое-то предисловие. А квартира была вертикальная. Его кабинет был на четвертом этаже. Он поднялся, сел за машинку, ему стало плохо, он рванулся вниз и упал, мертвый на пороге. Вот так было, да? Хорошо. У меня последний вопрос, который я задаю всем, общий вопрос, как всегда, и сам пытаюсь на него ответить. Вот Бродс, как понимать слово Бродска? Он однажды сказал, что литература является высшей формой деятельности человека и поэзия высшая форма литературы, и поэтому она является нашей видовой целью. Видовой целью. Это не буквально. Это не буквально. Он хотел сказать, что человек должен двигаться к своему литературному воплощению. Так, да? Да. Я считаю, что в другом месте Бродский говорил о том, что язык — это растворенное неживое. И вот в этом сцеплении границы живого и неживого и кроется вот это антопологическое зерно, которое может стать залогом дальнейшего развития человечества. И, в частности, и что касается и нации тоже, поскольку, оглянувшись вокруг, ты не предъявишь себе ответ на вопрос. Ну, ладно, блядь, спать. То же самое говорил Гоголь, что Пушкин — это русский человек через 20 лет. В конечном развитии. В конечном развитии. Это та же мысль. Да, да, да. Но пока есть язык, будет государство. Вот и все. Бродский говорил о том, что стихотворение — это чудовищный ускоритель сознания. Имеется в виду не только сознание, но и эмоции, и все. То есть это вот антропологически, грубо говоря, человек, родившись на свет, и даже, закончив, получив диплом, все равно еще только потенция человека. Человеком становится позже. И поэзия помогает человеку стать человеком. Правильно. Да, Бродский, как преподаватель, он главным образом читал стихи и их разбирал. И вот он говорил, что если мы прочли стихотворение и его поняли, мы как бы его присвоили. Оно принадлежит нам. Мне кажется, что Россия должна оставаться страной поэтов. Под поэтами, я понимаю, и тех, кто стихи слагает, и тех, кто их читает. От имени кого пишут Бродский и другие поэты. Я думаю, намело другое, что у человека полноценного в конце его развития, скажем, или в полноте его развития должно быть поэтическое мироощущение, что нужно ощущать мир как поэт. И только это и есть подлинное человеческое ощущение. Мне кажется, вот это тоже мысль присутствует. Хорошо. Вот мы все согласились, и я в заключении прочитаю, как обычно, одно из стихотворений поздних Бродского на столетие Анны Ахматовой. Мне кажется, что это стихотворение можно... Это очень хорошо. Мне кажется, что это стихотворение имеет отношение теперь, перспективно, уже к нему самому. Вот такие стихи, написанные в июле 1989 года. Значит, «Настолетие» Анны Ахматовой. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры и острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит. Равны и глуховаты, за тем, что жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливее, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря обретший речи дар глухонемой вселенной. Ну, вот мы обсудили, если можно так сказать, если мы могли только это сделать в такое короткое время, лирику Бродского, его стихи, его поэзию, которая, конечно, переживет нас всех и, несомненно, принадлежит к русской и мировой классике. И поэтому я заканчиваю, как обычно, фразой «Читайте и перечитывайте классику». Ваш Игорь Волгин. «Читайте и перечитывайте классику» Субтитры переодин субтитры Субтитры сделал DimaTorzok